леонид леонид так у нас здесь есть класс simple gui да наш наш интерфейс который у нас был я его пока не трогаю потом мы может к нему еще вернемся выше над ним я реализую класс файл компонент я назову поле файл компонент extends джей компонент find соответственно я здесь буду реализовывать методы для этого я сделаю правая кнопка generate override и выбери метод paint component вот он у нас перегрузился как базовый и идем дальше соответственно здесь я сделаю так график с 2d g2 равняется приведение типа графикс 2d от нашего же понятно еще раз а скрипт это в принципе не вопрос есть то есть отрисовку мы сделаем ну начало как бы отрисовки этот компонент этот компонент мы будем вложить на наше поле начальное для этого здесь я все слегка почищу то что у нас было да у нас вот есть только панель под панель мы здесь и оставим и радио баттоны уберем уберем здесь лишние методы так сказать для нас сейчас частности наши диалоги открытия файлов да я не потеряться и есть свой класс диалога мы уберем ну то есть я очищаю наши гуи до и очищаю его от лишних полей которые у нас здесь есть соответственно интерфейс action listener я тоже отсюда выбираю у меня получается вот таким вот образом так тут вопросы если они определено определено еще раз да замечательно здесь я сделаю сразу приведет файл компонент ну и соответственно на панель я буду делать вот так вот панел адд файл компонент после этого при запуске приложения говорю при запуске она нажму ничего страшного у меня должно отобразиться пустое окошко ждем 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 ну и есть вот пустое окошко есть хорошо приступим к рисованию нашего поля собственно для этого мы в нашем классе получим ширину и высоту давайте так давайте я сделаю здесь метод который будет рисовать одну клеточку я сделаю здесь void draw cell он будет принимать давайте так вот что же мы лучше передавать и и да будет int x запятая int y под иксом и игреком я понимаю не пиксельные координаты а координаты самой ячейки например самая левая верхняя будет 0 0 потом следующая будет 0 1 следующая 0 2 и так далее понятно нет 2 0 и так далее то есть по x у меня будет 1 2 вернее от 0 до 9 то есть номер ячейки по x у по иксом и это дальше здесь он нам не нужен для расположения ячейки он нам не нужен соответственно здесь я сделаю такое. Я сделаю здесь int vids не, vids я буду потом вычислять, vids я буду потом вычислять я его буду прямо здесь получать, int vids будет равно, vids ячейки будет определяться их количеством так как у нас количество может быть разное, я сделаю так int vcount то есть количество по ширине у нас будет 10 и hcount, количество по высоте у нас тоже будет 10 v равняется this get width получить ширину разделить на vcount h равняется this get height поделить на hcount понятна концепция? то есть рассчитали ширину и высоту ячейки исходя из ширины и высоты нашего с вами блока да дальше дальше мы их будем рисовать для этого мы воспользуемся for for здесь у нас будет int i равняется 0 давайте мы сделаем какие-то паддинги вот так вот int паддинг равняется ну отступ отступ паддинг равняется паддинг у нас будет равен будет равен давайте паддинг x и паддинг y паддинг x будет равен width ну допустим разделить на 6 приблизительно да а паддинг y будет h разделить на 6 понятно? соответственно i равняется 0 и меньше v умножить на vcount и плюс равно v так или ну да можно так тогда i у нас будет x координата внутри будет еще один for int y равняется 0 j меньше чем v вернее чем h умножить на hcount j плюс равно h так соответственно здесь я буду делать так я буду делать rectangle 2d rect равняется new rectangle 2d double и сюда буду передавать соответственно нашей i плюс паддинг x деленное на 2 и y плюс паддинг y деленное на 2 так 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 здесь вот ошибка ну да Что ему уже не нравится А, ну да, правильно Это координаты Ширина и высота Ширина будет меньше на паддинг То есть v минус паддинг x h минус паддинг y Вот такой вот проект Теперь, также draftsale у нас Можно draftsale с А, draftsale, правильно Draftsale одна ячейка Даже у нас одна ячейка, правильно Это я что-то чуть-чуть Погорячился Да, это цикл Ректангл 2d Create cell И здесь будет, соответственно, Return Наш rect Здесь я сделаю уже вот тот цикл, который хотел For Ну, теперь проще Int i равно нулю И меньше V count И плюс плюс For Int i равно нулю i меньше h count i плюс плюс Так И здесь что я сделаю Здесь я делаю G2 Draft И передаю туда Create cell От i Запускаю Так Что-то у нас ничего нет Это уже странно Это уже странно Давайте я вот здесь вот сделаю Вот так вот я сделаю System Out Println И он у нас почему-то не вызывается Его не нужно вызывать А, мы просто Вот здесь вот вызовем Panel Revalidate Как будто отречить Проблема Это вообще Как будто мы в него не попадаем Мне аж интересно Стало System Out Println Руля-ля Так А теперь посмотрим На добавление Наше Так Добавили на панель Сделали Revalidate А если мы Revalidate Вот сюда Помещаем Ничего не дало Ну не совсем Но приблизительно Я просто думаю Странно Что оно вообще У него не заходит Не заходит Может так Сделать Да Да Оно и так Должно Тут проблема В другом А проблема В том что Он почему-то Сейчас не хочет Вообще Наш компонент Даже пытаться Отрисовывать Отрисовывать А у меня такой Был И на это Казан фигня Одно по 10 раз Я его включаю Выключаю Я пересадил Вот этот Получкай У меня Никого Подликова Оно у меня Так А ну-ка Я попробую Прямо сюда Добавить F-ком Ради интереса Да есть Паучок Это же есть Добав Не ну там Дочка Остановки Давай Так мы не попадаем Куда надо Вообще Допустим Я могу Вот так Вот поставить И мы туда будем Зайти Я желаю Что туда Заходить Будет весело Так Леонид А у вас Все рисуется Да Мне же просто Интересно Конечно Ну же Пробуйте Брать Панель Потому что У меня не рисовалось Может И моё Доделать Одна Задача На Прямую Адд Сделать Ну да У меня и Панель Не работало Без панели Работало Да Ну и без Панели Не отрисовывают Сейчас Можно К Просто Леони Потом Очень Важно Ну хорошо Так, Леонид, значит смотрите Здесь мы переделали на перегрузку метода Paint вместо Paint Component Теперь запустим Посмотрим, что получилось На данный момент у нас рисуется поле Из кучи прямоугольников Так? Ну и как говорится Все-таки резина Резина же это хорошо, Леонид? Ну, спорим, заброс Резина это правильный подход Значит, что дальше? Дальше мы должны сделать реализацию клика на ячейку Чтобы определять клики на ячейки Мы добавим в процессе того, как мы строим нашу модель Repaint Добавим их в список То есть я здесь сделаю Cells Для этого я буду использовать Допустим, ArrayList ArrayList От Соответственно Ректангл 2D Так, это я не хотел Ректангл 2D Дабл Здесь я напишу, что он равен New ArrayList Мы имя ему должны дать А вот я думаю, какое лучше Давайте назовем его Cells Ячейки Подойдет? Так, есть у нас наши ячейки Перед тем, как мы будем все отрисовывать Мы скажем, что этот Cells У нас должен стать что? Пустым Так А в процессе отрисовки мы каждый наш прямоугольник будем туда добавлять Поэтому мы здесь сделаем так Ректангл 2D Точка Дабл Рект равняется Получили Рисуем этот рект Здесь просто можно ректангл 2D Здесь, собственно Можно просто ректангл 2D И здесь, собственно, мы делаем что? Здесь мы, соответственно Делаем Cells Push Push Add Рект Вот такой вот вариант Можно вопрос? Ну? Мы будем все прорисовывать Или Произополнение Элементов Все Он нас перерисовывает всегда все Как ни крутите Теперь тут такой интересный момент Который состоит в следующем Если мы делаем таким образом Так То у нас Неизвестно Какую ячейку надо рисовать Каким цветом Так Мы их создаем на лету каждый раз И причем каждый раз пересоздаем Правильно? Здесь есть один небольшой Вернее, большой недостаток Мы не можем изменить состояние ячеек Так? Поэтому Я предлагаю описать вспомогательный класс Внутри Я сделаю здесь Статик класс Который я назову Цел Цел будет описываться с помощью PaintP Paint давайте color Так? Соответственно У него будет X Int X И Int Y Для упрощения жизни Я их все сделаю паблик Хотя так делать нехорошо Хотя можно проще Можно сделать здесь Нагнилировать методов Паблик 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 Да, места занимают они много Но мы сделаем вот так Чтобы оно было более лаконично То есть базовые методы для него все есть. Получение установки. Я еще не знаю, установка нам понадобится или нет, но тем не менее, да, понадобится. Это есть. Соответственно, у нас теперь есть для них описание в виде color. x, y, делаем здесь конструктор цел, который будет принимать, соответственно, int x, int y и paint color. И говорить, что this x равняется x, this y равняется y, this x равняется color. Теперь я нашему компоненту добавлю поле cells, которое у нас будет, соответственно, не raylist rectangle 2D, а, raylist cells. Так, это я второе делаю. Так, это cells. Типа cells, cells. Ладно, потом. Даже не статик, а просто cells. Это у нас будет, опять же, raylist типа cells, cells равняется new, raylist. Вот так вот. Сделаем конструктор нашему компоненту. Наш, соответственно, файл компонент сразу будет делать следующее. Он вот этим циклом будет пробегаться и задавать положение наших ячеек. Это не отрисовка, не путайте. Так, соответственно, здесь у нас будет делаться следующее. Будет делаться cells, add, new cell. И туда передаем, соответственно, и, j, и, new color, 255. Не, давайте так, 0, 0, 0. Вот так вот мы будем делать в конструкторе. То есть заполнять ячеек изначально пустыми. Когда мы будем делать repaint, да? Мы будем по всем этим ячейкам перебор делать. Соответственно, мы здесь сделаем for cell внутри нашего cells. Так, и здесь буду делать следующее. G2. Можно fill даже делать изначально. Fill. Наша. Как функция называется? Create, теперь не метод. Cell. Cell getX. Cell. GetY. Ну и, соответственно, перед этим она будет делать G2. SetPaint. И сюда передавать. Cell. GetColor. Таким образом, сейчас они у меня все рисуются черными. Черный обьет по глазам, да? Да. Ну. Давайте изначально сделаем какой-то серый, а не черный, да? Хотя бы вот так вот по 50. Так лучше? Нет. Какая разница в какой-то цвет? Да, да. Да, ну просто, чтобы не било по глазам, когда на него смотришь. Просто темнее, чем окно, чтобы оно было. Ну, так хоть чуть-чуть лучше, да? Не так бьет по глазам. Есть. Мы можем его уменьшить, если хотите. Да. Тут понятно? Теперь нам нужно определять клик. Координаты клика. Соответственно, для этого я действительно буду помимо арей-листа самих ячеек хранить еще и арей-лист наших ректов. Как вы догадываетесь, индекс у них должен совпадать. И вот здесь париатрисовский я буду делать cell-selects clear. А вот здесь вот буду делать... Так, это Ctrl-X. Ректангл 2D. Рект равняется. Здесь будет... cells-reacts. А, да. Так, не то вызвал. Не то, не то вызвал. Вот это надо было вызвать туда. Вот так вот. Все. Теперь у меня сформировались его массивы. Можем назначать обработчики событий. В конструкторе нашего компонента я делаю так. Так, я делаю здесь addMouseListener. Сюда, соответственно, передаю newMouseAdapter. И мне необходимо перегрузить метод clicked. Правильно? Вот таким вот образом. Это у нас есть. По клику мы можем получать координаты клика. Я, соответственно, могу сделать сейчас, например, system.outprint. e.getX, e.getY. Ну, мне не важно. int x равняется e.getX. int y равняется e.getY. Понятная идея? То есть, получили координаты клика. Теперь я делаю здесь цикл. for int i равняется 0. И меньше, чем наш self-reacts size и плюс-плюс. Я делаю так. Я делаю так. if наш cells-reacts it getIt contains x y так. Если оно содержит. Тогда cells getIt setColor new color 255 00 else какой там у нас по умолчанию серый, да? Да, мы его скопируем сейчас, потому что я его его надо было бы по-хорошему куда-то сохранить, что один, что другой. Ну, у нас будет так. Молодец, Леонид. Все работали. В чем проблема была? В том, что я, когда устанавливал цех заливки, он потом везде таким цветом заливался. А надо было отвечать исходный, который был изначально. Поэтому все после этого заливались. Тупая ошибка. Ага, блин. Так, по ячейке-то мы попадаем. Так, в теории должны. Так, здесь надо сделать SystemOutPrint и вывести cells getIt. А то что-то мне вот этот момент не нравится. Потому что оно перерисовывать точно должно. cells getIt для color. Вот такие вот образы. Красный должен быть. Хорошо. То есть клик мы обрабатываем. А при перерисовке... Ну, вы знаете, как можно проверить перерисовку? Нужно просто его подвигать после этого. То есть я нажал. Да. Поэтому можно после установки вот здесь вот сделать следующее после этого фора. здесь. Вернее не здесь, а просто вызвать Repaint. Вот такая вот ситуация. Ладно. У вас что-то не больше. Может у вас есть. Ха-ха. Тут вопросы есть? Еще раз. Да вроде бы нет. Надо писать сайт. Тут разбираться. Тут по-другому. Так. Соответственно мы можем кроме этого здесь в принципе назначать дополнительные обработчики событий самостоятельно. То есть свои события придумывать. Методы, которые будут расширять наши ячейки. Например, в одной ячейке будут задавать там... Что задавать? Картинку на iPhone. По умолчанию ячейки, как видите, серые у нас. Просто цвета. А можно сделать, чтобы можно было управлять не только цветами, чтобы эти цвета поддавались воздействию снаружи. Ну, пока у нас получилось что-то вот такое. Е. Понятно? Да. Замечательно. Так. Давайте мы с вами действительно сделаем то, что вы говорите. Нормально. Сейчас сама лежат. Так, ребята. Сделаем возможность задавать картинку для нашей ячейки. Для этого мы в классе Cell. Да, в классе описывающем саму ячейку. Где она у нас? Вот он у нас. Добавим еще одно поле. Icon. 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 И, соответственно, мы сделаем метод GetSet. Для нашей иконки так. И эта икона с этой икон. У меня вопрос. А почему вы, к примеру, не создали лист от вашего квадрата и туда передавали объекты, а классы или звали? Нет. Так удобнее. В нем сразу и цвет хранится, и иконка, и вы, ну, то есть настройки целых. А у нас здесь тоже или нет? Нет. Так не интересно. Так. Соответственно, теперь мы сделаем у самого нашего компонента метод. Да? Метод мы назовем. To. Void. У нас будет. Void. Set. Icon. Здесь, соответственно, будет. Так. Большой рукой. Icon. I. И, соответственно, здесь будет int x int y. То есть куда устанавливать? Так. В какой ячейке. А. Здесь у меня будет. For. Цел. Цел. Внутри нашего чего? Целс. Так. Я делаю. Если. Цел. Цел. Внутри нашего чего? Целс. я. Я делаю. Цел. Я делаю. Гет. Игрек. Гет. Игрек. Равно. Игрек. Цел. Set. Айкон. Ай. вот такая вот кода получилась да ну и теперь сама отрисовка соответственно я здесь сделаю что if cells и цел да это я не туда смотрю что-то не так тоже при отрисовке это не отрисовка вот наша отрисовка if cell get icon не равняется null тогда icon i равняется cell get icon g2 draf и матч сейчас я думаю вот это или вот это да Сюда i Image x y Я так с возможности Рецепт Но я такое не вижу Ну ладно React get x React get y No А у вас дабл там? Это я думаю что надо было не icon а image Использовать там Ну а имидж айкон Айкон имидж Айкон имидж Имидж айкон Здесь имидж айкон И здесь соответственно Имидж айкон Универсальнее так сказать Так потом тот который у нас Ее задает опять же будет принимать Не айкон а имидж айкон Все теперь тут все правильно И при отрисовке У нас уже можно будет Здесь использовать Имидж равняется Целгт айкон точка Гэт имидж Она сюда хочет имидж айкон Нет она хочет чтобы здесь был дабл И вот тут был дабл Ой Так Меня интересует что Что же такое Там где у нас Имидж Ай Потом Потом Рект Рект Get x А все я понял Наоборот надо было Как нту Рект Get Y И нальт А просто у ректа то они флотовские Нам нужны Интовые Наоборот Все Вот так вот И здесь Мы сделаем Что После того как мы это все сделали Где наш гуи 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 Я потерял наш класс Так Файл компонент FC равняется New Файл компонент Здесь будет ADD FC А тут соответственно Я сделаю Что я скажу FC Set Icon New Image Icon Сюда я передаю Соответственно 1.png Координаты x Допустим 1 1 У нас будет Вот такая вот Иконочка Ну Она у нас нарисовалась Под ячейками Должна была Над ячейкой Давайте это Исправим Исправить это Очень просто Соответственно Нужно вот это Поместить Под фил В этом случае Она будет рисоваться На нужной ячейке Еще раз Еще раз У вас У вас берут Сомнения Не 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 Оно поверх Просто рисует На самом деле А тут нет Главное Критерии Я могу сделать Вот так Вот Else Если хотите И могу Сделать Вот так Тут есть Типа Ты сегодня Сзади Был Нет Такое Что И мальчик Нет Такого тут нету Она рисуется Поверх Просто Она далеко От ячейки Я понял В чем Подвох Но она Сильно Большая Нужно Задать ей Размеры Да Да Сейчас Я Смотрю Это при рисовании Но здесь Такой метод Гадостный Что Ага Да Можно Здесь Сразу Инт Рект Гэт Хэй Чтоб Десять Я спал Я об этом Думал Что ты Не давал Инт Рект Гэт Вит Гэт 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 Какой-то Бедный Готик Ущемленный Ну Что дальше Его надо Поместить на ячейку Поэтому Фил Все-таки Перенесем Вверх Вот этот Вот У нас будет вот так Ну то есть Мы теперь можем Задавать Фон Для нашей ячейки В виде Картинки Так Мы с присыланкой Сегодня закончим Сегодня Давайте Лучше Какие-то Программы Леонид Это важнее Научиться Чем Научиться Готовую Кнопочку Использовать Кнопку Кнопку Создавать Да Например Так это Интереснее Чем Мой Будет Так Морской Бой Логика Это тоже Надо построить В смысле Например На Т-шарп Есть Леонид Значит Смотрите Показываю Вы не описали Это в отдельном классе Вы в main Это все сделали Ага Сейчас Это отдельный класс File component Он мне не в классе GUI Не в классе main Это отдельный класс Его можно вынести В отдельный файл Вот видите Вы пишете В jframe Simple GUI Нет Здесь я просто Его использую Вот весь Simple GUI Так Вы мне Задаете Иконку Ну так Это я вызываю Метод компонента Самого Ну ладно Ага Я же могу здесь Сделать Что Я могу здесь Сделать Jpanel Например Ой Jpanel Сделал Один Jpanel Panel Равняется New Jpanel New FlowLayout Panel GitLayout Ну и допустим Что я сделаю Я сделаю Наш Или давайте Null Давайте вот так вот Null Без Лайота Да И соответственно Я сделаю FC Set Size Допустим 200 на 200 FC Set Location 00 Потом Потом Добавлять я буду Саму панель А элемент FC Я буду Добавлять На Панель Потом я сделаю Что Я возьму Jbutton Jbutton Jbtn Отправляется New Jbutton Ок Потом сделаю Jbutton Set Size 50 на 200 Jbutton 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 Set Location 200 Вернее наоборот 0.200 А здесь 200 50 Так И сделаю Fonu ADD 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 Не, там только стейки, не продавайте все, в мидио удача, как бы вот эти вещи, продавайте просто. Умарю. Не, это стейки, да, стейки делаем все уже. Как можно есть стейк без крови? Да нет, я же не говорю, что тут, тут нельзя. Главное, что не хочет сейчас отрисовывать. Все, по домам. Да, потом покажу. Я сейчас опечатку сделал. Фух. Ой, я в fc добавил панел, а не на панел добавил fc, вот в чем дело. Вот так вот, Леонид, смотрите. Вот я его использую как компонент. Ну, ладно, уговорили. Мне он так даже больше нравится. Не, ну так по плану оно как-то так и будет. А адаптивен? Ну, сейчас я выбрал лойот, который не адаптивен. Я выбрал абсолютный лойот. Лойот? Тут же зависит от лойота адаптивность. У меня вышел Леонид на крыльцо.